Да. Вот смотрите, математика сети. В чем суть сетевой бизнес-модели? Это вот то, что я реально не понимал. Очень долго. Я думал, как, надо взять какую-нибудь баночку и побежать ее с впоением кому-то продавать. Ну, с этой баночки можно заработать, ну, не знаю, 300 рублей, ну, 400. Это ж сколько банок надо убегаться, зайца в поле загонять, чтобы заработать хотя бы 100 тысяч или 200. Это невозможно. Но, понимаете, когда я так думал, я думал не о сетевом бизнесе, что самое смешное. Я думал о бизнесе прямых продаж. Вот. Смотрите, в чем суть нашего бизнеса сетевого? Я приглашаю несколько человек, и я помогаю им научиться чему? Пользоваться продуктом, рекомендовать его другим людям и приглашать других людей, и обучать, передавать эти знания дальше. Дубликация. Я учу их тому, что делают сам, и помогаю обладать этими навыками. И вот смотрите. Допустим, я пригласил два человека в свою команду. Количество менеджеров в моей сети на шестом уровне будет уже 64 человека, всего 126. Если я приглашу, допустим, четверых людей в свою команду, то на шестом уровне у меня будет уже 4000. Если все четыре человека, я научу делать то, что я умею делать сам. Если я приглашу пять человек в свою команду, то у меня будет группа уже по 20000. Вы понимаете? Причем здесь, заметьте, вот пять, а вот три. А теперь давайте введем эти цифры в товарооборот. Личный оборот каждого аккаунта. Ну, допустим, пусть это будет 3000 рублей. Товарооборот в пиви, давайте сделаем. Пусть это будет 35 баллов. То есть вот такая группа, где каждый пригласил три человека, она будет создавать товарооборот 4 миллиона. 4 миллиона рублей в месяц. Ежемесячно. А если мы сделаем активность 70 баллов, то есть то, что у нас в системе зашито, то что получается? Вот такая небольшая группа, где каждый приглашает всего по три человека, генерирует товарооборот 8,5 миллионов рублей в месяц. А если мы пригласим не три человека, а пять, смотрите, как меняются цифры. То у меня вот здесь уже товарооборот будет 150 миллионов. Вы понимаете? 150 миллионов. Возвращаемся к трем. 80,5 миллионов. Пять мне нравится больше. 150 миллионов. И мне нужно всего пять нормальных, адекватных человек. Каких? Которые что? Третий гроз у них в лбу есть? Крылья за спиной? Суперхаризматичный? Нет. Это люди, которые тратят деньги на еду, убирают дом, моются и хотят заработать денег. Вопрос. Здесь есть критерии возраста? Нет. Здесь есть критерии образования? Нет. Здесь есть критерии уровня IQ? Нет. Единственное, что нужно, человек должен хотеть заработать. Человек должен хотеть, ну, чего-то поменять. Не все этого хотят. Поэтому и не так много это и надо, на самом деле. Пять нормальных, адекватных человек. Возможно, для того, чтобы эти пять нашлись, потребуется пригласить там 15, 20, 30, 40 человек, может быть 50, может быть 100. Ну, посмотрите сюда. Игра стоит свеч. Возможно, не все будут делать по пять. Погрешность, она всегда существует. У нас есть такая квалификация, которая называется квалификация бриллиант. Это, сейчас, секунду, вот так сделаем. Это первая лидерская квалификация, на которой возникает достаточный доход, за которую компания дарит Mercedes. Бриллианты – это три ветки, три ключевых лидера в твоей организации, и все вместе вы делаете товарооборот около полутора миллионов рублей в месяц. И вот давайте сейчас посмотрим на математику именно бриллианта. Так, сейчас, секунду. Что-то я куда-то не туда ушел. Так. Вот оно. Итак, смотрите. Что нужно, чтобы стать бриллиантом? Мы ставим по умолчанию личное активность 70 баллов. Что такое 70 баллов? Это ты сам ешь один коктейль в день, одну порцию коктейля в день, и у тебя есть еще один человек, который делает то же самое. Вот тебе 70 баллов. На самом деле, даже не 70, а почти 80. То есть ты сам один раз в день ешь полноценно сбалансированную еду, вкусную, полезную, сытную, и еще кто-то по твоей рекомендации один, может быть, там, твоя мама, твой папа, твоя супруга, или там еще кто-то, твои друзья, твой друг. Один, всего один делает то же самое. Человек, с которым ты разделишь эту трапезу. За 140 рублей. Можете представить картину, что, допустим, два человека ежедневно обедают, ну, на работе, например, кушают какой-то бизнес-ланч по 140 рублей. Им приносят счет на 280 рублей. И они упилят пополам. Можете представить такую картину? Легко. Вот то же самое. Вот тебе 70 баллов. И давайте посмотрим. Для того, чтобы стать бриллиантом, сколько нужно людей? Может быть, 9? Вау. Помните, полтора миллиона оборотов. 56 миллионов. Многовато. Может быть, 7? Тоже многовато. Может быть, 5? 5? Тоже многовато. Сколько? 4? 4 самое то. То есть, смотрите. Так, ну-ка, на 3 получится? На 3 не получается. Только на 4. То есть, по сути, чтобы построить бизнес, который тебе уже начнет приносить остаточный доход, за который ты получишь бесплатный Mercedes стоимостью 2,5 миллиона рублей, который тебе будет ежемесячно приносить там от 100 до 150 тысяч рублей и иметь потенциал для дальнейшего развития, тебе нужно 4 адекватных нормальных человека. Всего 4. Ти-рэ. 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 Продолжение следует...